добрый день друзья мы вернулись в прямой эфир всех с днем знаний картинка снова в польшу меня порадовала посмешила конечно тут поглумились над началом второй мировой войны но ладно и об этом сегодня разговор разговор сегодня о другом многие мои соратники и товарищи которые говорят ну что вот кремль делает ставку всегда на кого-то одного в америке на трампа во франции на marine le pen на украине там на януковича нет надо всех поддерживать всем по чуть-чуть давать шатать а потом выбирать из клоунов наименьшего клоуна и его уже окончательно там дружить но и подкармливать оппозицию а вот по украине ситуация интересная эти же люди которые также обвиняют крем вдруг начинают говорить а что это вы топите на федеральных каналах и в телеграм-каналах за киеву за патриоты за жизнь сербиновича за савченко за шария нет давайте вот будем их всех козлами обзывать нету там нормальных а может быть как раз и надо действует так всем сестрам по серьгам всех по чуть-чуть пусть они шатают эту фашистскую украину а там дальше потом мы разберемся сделаем кого-то главнее а кого-то в марганец опустим ну может быть хитрее надо быть вот с этого я и начну разговор с алексеем валеричем журавка прямо сейчас валерич приветствую привет но ты знаешь как всегда на хитрый болт найдется хитрый винт поэтому так не прокатит сегодняшней жизни понимаешь ведь по большому счету вот эта хитрость и вот это вот политика манипулирования она привела к таким страшным трагедиям которые сегодня происходят на украине и так далее да упаси бог чтобы это произошло в беларуси я считаю что славянский мир сегодня наиболее правильнее и честнее по отношению к тому что происходит вовне за рубежом вот это вот модель непонятного чего да все за всеми побежали все неизвестно кого догоняют она приводит но не только к трагическим позициям и к развалу поэтому как бы я против я за выстраивание нормальных человеческих отношений против бандеры против шухевича против чужой истории которая навязывается нам я за свою жизнь а за свою жизнь это получается когда мы в собственном государстве сами являемся хозяевами и нами никто не управляет у нас кукол не существует вот я за это когда растет нормальный человек когда нормальные школы есть нормальные университеты нормальные заводы фабрики мы сможем своих олигархов взращивать на свои деньги рублевые либо гривновые но это не за океанские деньги поэтому я вот за вот это я за справедливость будем говорить вот и все из-за дружбу наших народов как бы вот так бы я это все сказал но против этого того что ты сказал ну вот когда мы сами были выдавлены из-за того что но не очень рачительно поступили на территории украины помогали виктору федоровичу точнее не мешали виктору федоровичу уничтожать все пророссийские силы как москва не мешала александру григорьевичу выжигать каленым железом все пророссийское в белоруссии вот сейчас мы смотрим на украину со стороны мы кроме как никто читать виртуально залезть в нее не можем у нас там нету людей которые осмеливались бы в полный рост встать громко сказать я за дружбу с россией я за то чтобы союзный договор как с белоруссией хотя бы был и у украины с россией их просто убьют завтра вот сегодня он поэтому сегодня россии приходится придется играть в интересные игры надо он нацисты в одессе то есть федерасты геев били да вот давайте геев немножко поддержим давайте скажем европа ты куда смотришь там этих самых вот заднеприводных обижают я против такой бы она не не приведет ничего хорошего ты понимаешь что мы должны уже на вражеской территории хотя я сам украинец уже работать скрытно подпольно правильно и четко и освобождать наш народ наших людей которые думают так же самое как мы от этого всего гнета который присутствует там ну мне вот ты проводишь там кива для меня он преступник для меня он убийца но он попал в упзж все задают мне вопрос ну как так договоренность какая договоренность но это их не этом договоренность да но от этого то не легче живется нам мы-то страдали соседи сегодня страдают но мне все почему ты вот говоришь вот там россию не коснется нет я так не вреда вот вам белоруссия коснулась участвовать же там эти вурдалаки как я их называю в белорусс в белорусском шатании да расшатывать же ситуацию расшатывать а все раньше говорили это не коснется либо белоруссия это не украина да говорили и что конечном итоге мы это видим мы видим то что я в принципе говорил я не хочу на себя такую одежку одевать но это коснется нас всех и нельзя нам смеяться киева опозже там парадоксально но факт успели все уничтожить и нормальной оппозиции нет а с войне только она может появиться с вне и без поддержки не будет никакой оппозиции и будет это гниющая страна да вот тебе же во пример только мы с тобой говорили там где-то хотели взорвать цистерны с топливом белорусским но я посмотрел эти кадры ну кто как это общество украинского преподносится но это обратно рука путина это обратно террористы а у меня вопрос у вас там своих террористов случайно не хватает а случайно это не разборки бизнеса а случайно может не может ли это быть что это те же самые из бэушники сотворили да но почему они людей красть могут до донбасса почему они могут собак воровать до новый метод терроризма назвать так заложники берут уже собак ты читал этот мой пост а почему они могут цистерны подорвать вот у меня вопрос но об этом же никто что-то в украине не думает сразу кого-то ищет да или допустим фокин что-то умное сказал да дедушка он уважаемого почтеннейший он пенсионер и все остальное но он что-то сказал умное по поводу донбасса все он на миротворцы а это что-то не страна террорист миротворец чей на чьих ресурсах находится на украинских ресурсах подождите может нам уже надо как-то разбираться с таким поведением негодяем наш нельзя сегодня двойственные какие-то позиции а мы и тех поддерживаем это наоборот ухудшит ситуацию алексей валерьевич может поднять волну бросить клещ порошенко на миротворец ведь фокин фактически просто-напросто озвучил то что порошенко подписал под минском 2 вот эти минские соглашения это и есть слова фокина так подождите порошенко ходит на свободе а фокин который позволил себе просто озвучить по поводу особого статуса то что написано там в документе завизированным президентом пятом украины фокин попадает на миротворец проблемы ты не прав порошенко это сукин сын но свой не может попасть на миротворец не может он сегодня сесть тюрьму зеленский не может сегодня приговор ему подписать как он говорил что это при его это связано с тем что значит а недоигранная карта порошенко не может ты не прав он еще нужен популизм американской стороны для того чтобы отыграть эту карту понимаешь еще что-то должно произойти дальше все говорят там 36 дней перемирия я не верю это перемирия вранье везде идет это задержка знаешь это как задержка времени клац и что-то сработало включили на одну минуту типа 36 дней и задержка а на самом деле был неделю назад от снайперской винтовки у украфашиста назову так погиб солдат днр да это все таки меньше стрелять но это все таки какие-то действия идут поэтому порошенко это еще не доигранная карта еще что-то должно произойти мышь если все складывать белоруссия украина те действия но это растягивание время раз потом ждут кто же все-таки победит в америке давайте говорить честно объективно да и и если в белоруссии все сложится нормально а я знаю сложится нормально все-таки додушит этого зловредного гаденыша который баламутит воду да я назову этот политический проект оппозиция все-таки задушат его то надо что-то сотворить в украине это все не просто так понимаешь не все не просто так допустим вот это тоже произошло в карьере не просто так каждый день прогрессивную сторону увеличения там лимонки взрываются там режут кого-то там беременных женщин убивает там еще что-то ну то есть в украине все кипит и кипит и кипит ну к чему то что оно должно взлететь да это как чайник который закрытый плотно и должно вырваться это масса кипящий так же само на украине не все просто так вот я не верю тем шагам которые происходят сегодня вот что-то должно вот в этом году произойти да вот мы с тобой тогда говорили что лопнет терпение у владимир владимирович и мы получили яркое четко заявление по беларуси как что будет это союзное государство это то это то и попробуйте только поле вот грубо говоря это так вот я чувствую что и к этому должно прийти свыне должно быть воздействие и вообще войну можно остановить только двумя методами либо уничтожение врага и победитель должен быть один либо же примирение насильное да то есть силой отвод войск агрессивных ставится рубеж и попробуйте только что-то сказать только так в сегодняшней ситуации украины этого не будет корона вирус не мешает злобные карликовые вещи творить людям понимаешь не мешает это не помеха вот и все да если речь ну и заканчив разговор немножко все-таки с двойных стандартах что мне понравилось вот в берлине мероприятия на протестные происходят и в минске протестные мероприятия я посмотрел как работают белорусские кгб омон мвд и вот у меня ощущение такое что о них разве что в розовые попки не целуют а в германии буквально вчера позавчера вот умерла женщина которую полицейские попинали пожилая женщина пенсионерка попинали там журналистов причем западных сми но на белоруссию гонева идет волной не останавливаемой батьку требует к ответу а матьку немецкую меркель которая сидит много-много лет у власти никто не кричит матька уходи все остальное прочее мы не видим меркель с автоматом защищающий рейс так а штурмующих с криком путин путин гансов и прочих гитрихов ты знаешь я тебе хочу сказать это все таки европа и америка им же все можно а вот нам нельзя страшные конечно кадры приходили из германии они облетели весь мир когда эту женщину душили били полицейские сдавай будем говорить когда расстреливали резиновыми пулями слезоточивый этот перцовый газ в лицо ну и давай будем говорить честно сергей это ж вся европа таким поведением охвачена да а в америке а вот допустим то же самое франции желтые билеты желтые эти как они называются скажи мне ну ладно желтенький назовем да опустим и желтые жилеты желтые жилеты желтые жилеты мы там же тупо расстреливали по глазам били резиновыми пулями поэтому чему тут удивляться а то что сегодня правоохранительные органы в беларуси себя намного вели себя по-человечески я на сегодняшний день уже считаю что в беларуси никакой жестокости не было если раньше вроде кто какое-то сомнение было хоть чуть-чуть там у кого-то там жестоко очень то сегодня нет сегодня с такими маргиналами которые уничтожают свою страну надо только так поступать надо защищать свою страну поэтому ну что ж это двойные стандарты мы сегодня такое время живем и к сожалению это очень-очень печально к сожалению мне печально что сегодня простой обычный человек не различает где для него будет зло одет для него будет добро вот мне в этом очень сильно печально что мы прекратили тупо время подошло к концу спасибо огромнейшее за участие в нашем эфире ну и желаем всего самого доброго про с как можно скорее вернуться домой на родную херсонщину я пока желать не буду это с моей стороны просто выглядеть будет издевкой просто потому что как правильно владислав бердичевский пишет украина дана нам и белорусам для того чтоб не в россии не на украине это беда не повторилась это такой урок укор причем не не мой к сожалению так она пока и есть и когда она все поменяется бог весть и может быть путин знает всего доброго всего доброго и так дорогие друзья алексей валерий журавка был нашим собеседником мы на несколько минут вас покинем скоро вернемся и продолжим с праздником друзья с первом сентября